МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Репортер 73 представляет информационный выпуск «Каждый день вечера утра». Реальность сама складывает картину дня. В студии Гульнара Шарипова смотрите сегодня в программе. Холод на здоровье. Три года тому назад. Мы завоевали 13-е место, 10-е, 2-9, 8-е и 1-4-е. Сейчас мы завоевали 19 медалей. То есть прогресс очевиден. Лед встал, маржи поплыли. Зима – не время для купания. Так, наверное, считает большинство жителей нашей страны. Зима – это время, когда окунуться можно разве что в бассейне. Ну или, если хватит духа, в проруби на крещение. Но есть люди, для которых именно зима и зимнее плавание превратилось уже из обычного хобби в серьезное увлечение. В Финляндии таких людей называют выдры, нерпы или тюлени. В Северной Америке – белые медведи. В России же зимним плаванием занимаются маржи. В начале декабря в Тюмени прошел первый лично командный чемпионат России по зимнему плаванию, на котором с честью выступила ульяновская команда. В трехдневных соревнованиях приняли участие более 350 спортсменов из 30 регионов России, а также гости из шести стран мира – Ирландии, ЮАР, Великобритании, Чехии, Италии и Белоруссии. Дистанции, на которых пришлось соревноваться пловцам, как и на чемпионате мира – 25, 50, 100, 200 и 450 метров. Хочется немного сказать об атмосфере соревнований в Тюмени. Когда туда приехали, я сразу почувствовала, что сюда приехали спортсмены как дружная семья, большая дружная семья, спортивная семья. И все как-то с таким доброжелательством относились. Утром идешь, все здороваются, все желают удачи в заплывах и желают доброго дня и хороших успехов. И кругом музыка играет, песни, юмор, танцы. Ну, в общем, столько энергии, такой заряд энергии получаешь. И перед каждым стартом я чувствовала большую поддержку своей команды. Потому что без этой поддержки мне было бы очень тяжело. Благодаря поддержке и теплой атмосфере на зимних соревнованиях в копилку ульяновской команды попало 19 медалей. Шесть золотых, десять серебряных и три бронзовых. Мы были на предыдущем чемпионате России в Мурманске три года тому назад. Мы завоевали 13 место, 10, 2, 9, 8 и 1, 4. Сейчас мы завоевали 19 медалей. То есть прогресс очевиден. Почему? Ну, потому что мы сейчас тренируемся, причем не просто тренируемся, а тренируемся под руководством заслуженного тренера по плаванию Нечкова Юрия Павловича. Большинство спортсменов в зимнее плавание пришли из интереса. Одни для того, чтобы узнать, чем зимнее плавание отличается от обычного. Другие же решили проверить себя на прочность. Мол, каково это, не просто окунуться в ледяную воду на несколько секунд, но и проплыть в ней не один десяток метров. Ну, первый вход, он всегда остается неизвестным, только уже потом результаты получаются. Есть некоторое такое желание, есть сила, есть воля, и сила воли. А вот уже второй, третий, это уже надо тренироваться и заходить постепенно. После того, как вылезешь из проруби, надпочечники начинают вырабатывать гормон эндорфин. Это гормон радости, гормон счастья. Человек спрашивает, как себя чувствуешь. Но когда гормон счастья поступает в мозг, как человек себя чувствует? Соответственно, он счастливый, он радостный. Подробнее о соревнованиях и успехах сборной Ульяновской области, а также о зимнем плавании в целом, о его плюсах и минусах, Владимир Кузьменко расскажет в программе «Работа» 29 декабря в 19.30 на телеканале «Репортер 73». Здоровье!